Нам разум дал стальные руки-крылья. События, которые сегодня разворачиваются вокруг малой авиации, заставляют совершенно по-другому отнестись к словам из знаменитого марша авиаторов. В новосибирских судах рассматриваются сразу несколько исков в отношении людей, которые и сами увидели небо, и всю жизнь посвятили тому, чтобы его увидели другие. Парапланирист Александр Орлов остался бы известным в узком кругу любителей неба и экстремальных приключений, если бы не его идея благотворительных полетов для людей с ограниченными возможностями и детей с онкозаболеваниями. Все нормально, в воздухе спокойно, тихо, видно далеко. Новосибирск, кстати, под солнцем сейчас. Пасмурно только у нас здесь. Вот уже несколько лет проходят акции, которые от обычных парных полетов на параплане с любителями острых ощущений, в принципе, ничем не отличаются. Он мне объяснил, что лететь я буду на инвалидном кресле, потому что он считает, что это более безопасная штука. Я решила, что тоже это более безопасно, и поэтому я совершенно спокойной душой решила лететь с Александром Орловым сегодня на параплане. Но с лета прошлого года Орлов стал больше времени проводить на земле, в судах. Прокуратура настаивает на том, что он осуществляет пассажирские перевозки без госрегистрации и лицензии. Фактически, директорным предпринимательным Орловым осуществлялись услуги, выражающиеся в перемещении физических лиц на воздушном судне, как в вертикальном, так и в горизонтальном пространстве. И тот факт, что пункт вылета и пункт прилета совпадают, не может свидетельствовать о том, что фактически перевозка не имела места быть. Люди готовы ехать за много километров от Новосибирска, за 60 километров к нам на аэродром, для того, чтобы совершить этот вертикальный полет вверх-вниз, получить эмоцию и вернуться обратно в город. Явно их целью является неперемещение в пространстве. На принципиальный вопрос, можно ли считать полет на параплане такой же пассажирской перевозкой, как трансатлантический перелет на Боинге, судья Женедорожного суда Анатолий Буйлук ответил отрицательно, подтвердив решение предыдущей инстанции. Сумма штрафов у меня высокая была, 270 тысяч, но это хотя бы административная ответственность. Люди реально получают уголовные статьи и реально получают приговоры. Проверяют всю сверхлегкую авиацию. Парапланиристов, дельтапланиристов, маленькие самолеты двухместные, собранные в том числе самоделками. В этом плане я еще очень легко отделался. Словом, отделался Александр Орлов выдает в себе оптимиста. На самом деле, по судам ему еще ходить и ходить. По четырем направлениям прокуратура работает с парапланиристом. Это осуществление коммерческих перевозок пассажиров без лицензии. Это перевозка, опять же, пассажиров без страхования ответственности перевозчика перед пассажирами. Это нарушение правил использования воздушного пространства. И нарушение земельного законодательства в части использования земельного участка. У юристов, специализирующихся на вопросах авиации общего назначения, работа сегодня не в проворот. Представитель Орлова, например, участвует еще в одном процессе. Это посадочная площадка Новосибирской области, село Решоты. Прокуратура считает, что на земле сельхозназначения не может располагаться авиация общего назначения, даже оказывающая услуги сельхозпроизводителям. Затяжные бои прокуратуры с авиаторами идут и на бывшей территории городского аэропорта, где работает частная посадочная площадка. Основной же показатель работы – это не уменьшение показателей безопасности полетов. Найденное нарушение. Найденное нарушение, да, значит, органы работают. 14 листов искового заявления – это кроме того, что было устранено по результатам проверок или отбито официальными запросами в Минтранс. Некоторые требования на грани абсурда. По мнению проверяющих контролирующих органов, вот эта старая оставшаяся разметка еще со времен аэродрома Северный, она мешает тем самолетам, которые проходят прямо над нами, идут на затон, доворачивают и садятся в Толмачево. То есть реально можно перепутать? Нет, реально перепутать нельзя. Я это могу заявить со всей ответственностью. Это в принципе невозможно. Олег Кобзев в исходе авиационных дел заинтересован и как общественник, и как владелец небольшого самолета. Он мечтает, чтобы отношение к легким воздушным судам стало таким же упрощенным, как и к автомобилям. Получил права, заплатил страховку, прошел техосмотр и лети. Атента. Есть. В условиях бескрайних российских просторов, с их неразвитой дорожной инфраструктурой, крылатый транспорт должен развиваться как на дрожжах, но пока не получается. А последние инициативы правоохранителей еще и выбивают из-под шасси последнюю точку опоры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова